Относилась к этому виду деятельности. Думаю, ну людям надо зарабатывать, понятно, они там впаривают все, но мне подушка нужна. Я приношу ее домой и стараюсь от мужа спрятать, потому что он всегда ругает, я вечно что-то куплю. Вот, он увидел и стал ругаться, а я говорю, ну что ты ругаешься, у тебя лысина зарастет, седина пройдет, у тебя вот десна кровоточат, мол, у нее пардонтоз прошел, ну что ты бесишься, я деньги, кстати, не отдала, мне дали попробовать. Он говорит, а, не отдала деньги? Я говорю, нет. Он говорит, тогда давай мне, я буду пробовать, ты все равно здоровая. Я говорю, ну ладно, пробуй. А мы тогда жили в двух городах, я с внучкой в Москве сидела, а он в Орле, и я каждые две недели ездила. И вот я ему отдала подушку и уехала в Москву. Приезжаю в Орле, и он везет меня на такси, впереди меня сидит. И я смотрю, а у него среди белоснежной совершенно головы сзади черное пятно через две недели. А я обычно, когда приезжаю, он мне вечно это, стригу на по два миллиметра. Он говорит, подстриги, я ему ничего не говорю, стригу. А он смотрит на пол, и лежат черные волосы. Он говорит, это что? Я говорю, это твой затылок, представляешь? Говорю, у тебя действительно волосы почернели. А потом, когда я его стригла, а там у него лысина вот так была, вот так. У меня где-то фотографии есть, если найду, помещу. А у него, значит, вот здесь вот начали срастаться волосы посередине. То есть здесь еще лысая, здесь лысая, а посередине они срослись. Я говорю, Пет, у тебя волосы срослись. Он говорит, да ладно. Я говорю, да. Тогда он рассказывает, что он спать стал хорошо. Он говорит, Света, я такие цветные сны эротические вижу. Мы с тобой как в молодости. Говорит, слушай, это что-то. Сон такой глубокий, хороший, ровный. А у него вены были на ногах, и ноги вечно ныли, и сон ужасный. И аденома простаты. В общем, понятно. Он ее то под голову, то между ног. Я говорю, слушай, правда эффекты есть? Он говорит, да, есть. Ладно, еще смотрим, еще смотрим. Значит, ладно, дальше ждем, когда будет. Что эффект? Я уезжаю опять. Приезжай еще через две недели. Мы смотрим. У него уже темнота распространилась на всю голову. Здесь уже у него зарастать начала лысина, и здесь пошло впереди зарастать. Остались уже небольшие участки. Он говорит, Свет, ты знаешь, я чищу зубы, и у меня нет крови на зубной щетке. То есть действительно у меня перестали кровоточить десна. Ну, он говорит, и да, и мы спать ложимся. Он говорит, слушай, а где моя женушка? Я говорю, ты что, совсем я здесь? Он говорит, да не ты. Я говорю, а кто? Он говорит, подушка. То есть он подушку начал называть женушка. Потому что и боли проходят, и эротические сны. В общем, жена не нужна. Значит, ну ладно, веселимся по этому поводу. Он стал веселее. У него вечно он там злился. А тут у него характер изменился. И когда он стал добрее и веселее, ну, сексуальная сфера начала восстанавливаться, значит, голова не болит, сон хороший. Он стал добрее. И я тогда подумала, дай-ка я своим подругам тоже дам для мужей, чтобы они стали подобрее. Вот. И задумалась, что надо их купить. И тут я уезжаю, опять приезжаю еще. И приезжаю, это уже проходит два месяца. И он мне показывает свои ноги. У него уменьшаются вены. То есть вверху вообще прошли, остались только внизу. Через шесть месяцев у него полностью прошли. Он говорит, Свет, ты понимаешь, я кладу подушку между ног, у меня боли прекращаются. Я засыпаю спокойно, у меня не ноют ноги, не мучают меня. Ну, отлично. И он говорит, достает деньги, а он у меня такой жлобоватый. И он достает деньги и отдает мне. Говорит, отдай. Вот. Я эту подушку хочу. Я, значит, отдаю и иду покупать своим друзьям и себе эти подушки. Я купила где-то пять подушек, думаю, семье всей куплю. И пять на продажу, чтобы окупить. Думаю, я смогу колюпец о такой эффект. Естественно, я расскажу. И получается, что я продаю это буквально в несколько часов. Почему? Приезжает подруга моей дочери в Орел и говорит, давай я тебя заберу, ты со мной поедешь. И когда едет, я подушки эти гружу, и мы едем. И когда едем, она говорит, Господи, как же у меня болит поясница. А я говорю, слушай, сейчас я тебе дам подушечку. Я достаю подушечку из багажника, останавливайся, кладем ей за спину и дальше едем. Не прошло и пяти минут. Она говорит, Света, у меня нет боли. Я говорю, во, еще одно, что я буду рассказывать. Она говорит, я ее беру. То есть я продала первую подушку спустя час. Дальше я приезжаю домой. Ну, семье своей раздаю. Ну, а у зятя была аллергия на полевой клеща. И он утром просыпался, у него стек всегда, это что-то ужасное было. Я ему даю подушку, Олесе свою даю подушку, себе. И у меня лежат подушечки еще четыре там на продажу, внуку. Утром просыпается зять. Он говорит, Света, впервые я проспал молитву. Он мусульманин, и он молится регулярно. И он говорит, господи, я проспал молитву. То есть он так спал. Просыпается, нос чистый, дышит. Почему? Там стеклянные шарики. Это неорганика, то есть, понимаете, да? И там не заводятся, не живут полевые клещи. То есть это совершенный антиэлерген. Дальше что происходит? Дочка хвалит, что хорошо. А утром звонит опять Гелия. Вот эта подружка, которая звонила. И говорит, Светлана, у тебя еще подушки остались? Я говорю, ну да, еще утро. Я не успела их никому рассказать. Она говорит, Светлана, я тебе должна сказать. Я принесла у моей мамы опухоль в груди. Я дала моей маме, ну, доброкачественное. У нее прошли ощущения все, значит, неприятные. Она хочет подушку. Она взяла ее с собой на работу и дала попробовать, она бухгалтер, главный бухгалтер была, своим работникам. У кого болело колено, у кого болело там плечи, у кого там живот проблемы были. Они все подержали эту подушку там по полчасика. У всех все прошло. И она мне звонит и говорит, мама в панике звонит. Сколько подушек есть, мы все покупаем. Я говорю, ну, у меня пять. Я готова все отдать. Короче, я продала утром все подушки. Вот этот феномен у меня начался буквально со следующего дня. Я звоню в Орел и прошу девочек мне выслать подушки, потому что я говорю, продала, у меня деньги уже есть, я могу побольше подушек купить. Давайте мне десять на продажу. Они мне их продают. У меня их уже не было через несколько дней, потому что я психолог, человек коммуникативный. Я рассказываю о муже лысине, о его венах, о своем зяте, о подружке. У меня добавляется копилка случаев, а у меня, как вам сказать, богатство мое, самое главное, это кредит доверия. То есть я человек, который облеплен друзьями и имеющий кредит доверия. То есть я ни разу не обманула их доверие. А это очень важный фактор. И если Кресько об этом рассказывает, она не врет. Это знали все. Ну, тем более моего мужа живого видят, что у него лысина заросла и снега прошла. И таким образом я начинаю рассказывать клиентам. Я же психолог. И приходит ко мне одна женщина на консультацию. Пока без ребенка, но по поводу ребенка. Она говорит, что у меня проблемы с сыном. Он несобранный. Он вечно опаздывает. У него вечный бардак. Он делает уроки с утра до ночи и не может их никак сделать. Все время отвлекается. У него проблемы по математике, по русскому языку. Там двойки, тройки. Вот. Я говорю, покажите фотографию вашего ребенка. Она показывает фотографию. А он, знаете, такой с продолговатым таким вот черепом. Большая такая голова. Это называется тип такой человека. Это правополушарные. То есть левши или со скрытым левшеством. То есть творческие дети. И вот они такие большеголовые. И вот я говорю, что это все проблемы вот этого полушария. Знаете, давайте проводим эксперимент. Я вам дам попробовать подушку. Пусть он на ней поспит. И через недельку вы приходите с сыном ко мне на консультацию. Я дала. Она ушла. Через неделю она опять приходит без сына. А я говорю, а что такое? Почему сына нет? Она говорит, а вы уже нам не нужны. Я говорю, почему? Она говорит, он уже учится на четверке. Он уже собранный. Уроки успевает сделать. Он такой оптимистичный, такой веселый. Все успевает. У нас уже нет проблем. И я прошу вас, пожалуйста, дайте мне еще четыре подушечки для моих родственников. Подушек у меня уже не стало. То есть получается, что подушки, что они делают? Они делают синхронизацию деятельности двух полушарий. Если мы с вами или с доминирующим логическим, или с доминирующим творческим полушарием, и у нас преобладают определенные качества, свойственные этому полушарию. Логики точные, они любят порядок у них всегда. У них порядок и в портфеле, и в сумке, и в столе, и в комнате. То есть это структура. Они никогда не опаздывают. Они с ума сойти, если к ним кто-то опаздывает. Они обязательные. Они всегда запомнят, куда идут, хоть раз их всего привели. Там масса качеств с доминантой логического полушария. А вот творческие, запомните, они всегда опаздывают, и они не виноваты в этом. Это особенность этого полушария. Они всегда бардак у них и в квартире, и в портфеле, и в сумке. И в жизни они такие несобранные. Они никогда не запомнят, куда они шли, если они сами в одиночку не дойдут до этого места. Ну и много других качеств. Вот чем обладала как раз я. И когда я начала, и вот этот ребенок поспал, и когда я начала спать на подушке, я заметила, что у меня появились качества логика. То есть я успевать стала очень многое. Я стала более структурированная. А была просто класс весь целый. Мне говорил приходить на час или на полчаса раньше время, чтобы я подошла к тому времени, когда весь класс собирался. Они меня любили, и поэтому приспосабливались к моим особенностям. А однажды мой класс отправил меня за билетами в кинотеатр. В этом городе я прожила всю жизнь. Родилась до 17. И я простояла на остановке, пока они не подошли. Говорит, Свет, ну билеты ты купила? Я говорю, нет. Они говорят, почему? А я говорю, не знаю, на каком троллейбусе ехать. Представьте, мне уже было 15 или 16 лет. И я не знала, на каком, потому что всегда в компании ездила. И я никогда обращала внимание, какой номер троллейбуса или там автобуса. Вот это вот особенность левополушарных. Значит, правополушарных, которые отвечают за левую сторону. А левополушарные отвечают за правую сторону. Они логики. Так вот, что делают микросферы? Они делают, восстанавливают деятельность в целом мозга. Это необыкновенная особенность. Но это я только заметила одно качество. А потом, когда я сделала спустя год, я уже пользовалась подушкой томограмму мозга, потому что волновалась, что у меня был такой микроинсультик. У меня правая часть лица была онемевшая. И я волновалась, что как бы у меня инсульт повторный не был. И через год пользования подушкой я пошла на томограмму. И на томограмме мне сказали удивительные вещи. А почему? Потому что моя подруга работает, и она очень эмоционально это мне рассказала. Она сказала, что Света, такого не может быть. А я говорю, а что такое с моим мозгом? Она говорит, у тебя мозг, как у грудных детей только бывает. Я говорю, а чем отличаются грудные дети мозг от взрослого человека? Она говорит, чем старше мы, тем у нас извинены тоньше. То есть у нас, оказывается, сохнет мозг. И содержимое, и шишковидное, и гипофиз, и гибеталамус у нас, оказывается, сохнет все. И таким образом теряет свои функции. А у меня был мозг, как только она видела детей только что родившихся. То есть что происходит? Получается, это я выяснила только после лекции Горяева, которых я слушала совсем недавно, перед его еще смертью. Я слушала его лекции и услышала одну лекцию, где говорилось о шишковидной железе. Что шишковидная железа, она нуждается в квантах света. То есть она, когда достаточно света получает, она не способствует тому, что мозг вырабатывает гормон, который называется вазопрессин. А этот гормон отвечает вот как раз за влажность нашей клетки. То есть сохраняет влагу. И таким образом у нас не сохнет ни мозг, ни сосуды, ни содержимое каждой клеточки. То есть они жидкие, кожа не стареет, ну и так далее, и так далее. И когда вы лежите на микросферах, или когда вы шапку одеваете из микросфер, микросферы обладают таким качеством. Это шарик, совершенно пустой внутри, абсолютно. И что получается? Он маленький очень, почти наночастица, от 20 до 200 нанометров, но не наночастица. И когда он пустой внутри, оказывается, свет, попадая, проникая через внешнюю стенку, не проходит насквозь, а отражается на внутренней стенке этой микросферы. То есть как в линзе. И получается, что когда он отразится на внутренней стенке под определенным уголом, он выходит точно таким же, каким вошел. А это эффект стоячей волны. И когда мне в свое время первый производитель, я когда его трясла буквально, расскажи, почему вот это все происходит, он упорно молчал. У него у самого аллопеция была, не было ни бровей, ни ресницы, у него все вернулось. Мама сломала шейку бедра и умирала. Он сделал впервые эти изделия, потому что ему на заводе, где делают микросферы, сказали, если ты придумаешь во что-то их упаковать, то твоя мама останется жить. Он для мамы это делал, ну и себе подушечки потом использовал. Так вот, мама осталась жить, а у него прошла аллопеция. То есть лысина и брови, ресницы появились. И вот он мне сказал... Ты камеру на зарядку поставил? И он мне сказал... А, ну поставил на зарядку, да? Смотри, пол седьмого, да? Кто-то включил звук. Вот ты сейчас за полчаса убирайся и в семь часов закрывайся, и чтобы 15 минут восьмого это был дома. Подожду. Да? Давай. Чего нету народу? Итак, кто-то включил звук. Итак, что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Когда вас... Так, я прервалась. Значит, я рассказывала о микросферах. Вазопрессин, жидкая клетка. Значит, мама осталась жива, да? У него заросло. И он мне сказал только одну фразу, что стоячая волна. Мне это ничего не говорило. Я гуманитарий. И даже когда я говорила физикам, я говорила технарям об этой стоячей волне, они говорили, ну и что? Ну, стоячая волна, ну и что? А потом начали рассуждать физики и технари. И у них начался такой, слушай, а если это отражается? Отражается под тем же углом. Это стоячая волна. Значит, получается, что мы лежим в потоке собственного излучения. То есть... Ну, они тоже не понимали. Ну, лежим в абсолютном потоке. Потом в шестнадцатом году в МГУ сделали на кафедре физики научные исследования. Да, действительно, стопроцентное отражение нашего излучения. А оказывается, наше излучение стерено. То есть, если мы сохраняем полевую структуру, хорошее поле световое, оно у нас не пробито, нам ничего не страшно. То есть, через наше свечение, человеческое свечение, вибрации вот эти наши человеческие, не могут проникнуть жители этой планеты. Мы живем, как инопланетяне. И наше свечение – это наш скафандр. И вот через этот скафандр микробы, грибы, споры грибов и так далее проникнуть не могут. Если только мы через рот и носоглотку их не засунем туда. Так вот, когда у нас появляются пробои в поле, они легко через кожу проникают к нам внутрь и уже там хозяйничают. Так вот, микросферы полностью восстанавливают наше светящееся поле. Это первое, что происходит, когда я делаю сеансы в капсуле. Вот люди, которые лежат в капсуле, я их диагностирую до, а потом диагностирую после. Вы знаете, если бы вы увидели эффект, вы упали бы в обморок. То есть поле просто раз и залатывается абсолютно. То есть все дыры закрываются. А если поле залаталось, если свет светит, то жители внутри нашего тела потеряли контакт с своим полем информационным. Понимаете? А отдельно, как отдельное существо, без эгрегора коллективное глисток, то грибов, бактерии, они не могут жить в наших вибрациях человеческих. Это для них, как выбросить рыбу из воды на воздух. Они перестают, первое, размножаться, и второе, быстро уходят. Некоторые, хотя хотят, которые жить, они живыми выходят. Кто начинает пользоваться микросферами, рассказывали мне, что у них из заднего прохода выходили длинные живые глисты в туалете. Некоторые рассказывали, что астму, кто имела женщина в Харькове, что у нее была рвота целый месяц с живыми глистами. То есть астма у нее была, потому что в легких были глисты. Она даже вид назвала двухвостка, она сказала. Светлана, могу спросить, это при использовании матраса или какого продукта? Подушка. Раньше была одна подушка, вообще, 40 на 5, одна подушка, ничего не было. Люди только покупали подушку. И ее по телу там приложат, там приложат, где болит. Ну, ночью спали в основном, или обнимали ее, или между ног, как мой муж, когда аденома простаты. Только одна подушка. И у них наступал целостный процесс полного восстановления. И я дальше продолжу вот эту мысль про мозг, потому что она очень важна. Значит, когда мозг ваш начинает становиться, клетки становятся вот этими влажными, сохраняется влага, мозг восстанавливается. А если он восстанавливается, он начинает быть проводником тонких вибраций. Мы с вами знаем, что грудные дети, они обладают уникальным свойством. Они имеют связь со Вселенной. Да, мы это знаем. У них здесь родничок незажитый, и они находятся на этой связи. Они буквально на прямой связи с родиной духовной находятся. Потом постепенно этот родничок закрывается, а у них еще сохраняется интуиция, ясновидение где-то до 6 лет. А к 7 годам, когда они идут в школу, постепенно это все начинает закрываться. Не у всех, но у большинства. Так вот, что делают микросферы? Они возвращают нам грудной мозг, и у меня происходит следующее. Когда я начала спать на подушке, у меня сразу пошли ясновидящие сны. Со мной никогда этого не было. Почему я говорю ясновидящие? И до сих пор у меня сны, которые меня предупреждают или, наоборот, говорят о какой-то радости в абсолютном смысле. А первый был очень интересный сон. Я его на всю жизнь запомнила, потому что это было потрясение. Если бы этого не случилось, я бы никогда не поняла, что у меня это открылось. Сны видятся в аллегориях. То есть я купила как раз, да, вот этот мой бизнес, я вам рассказываю, который, он буквально стал бизнесом. У меня так продавались подушки, что я попросила в долг тысячу долларов, чтобы мне купить по меньшей цене, с 50, как опт. Я купила опт, я мгновенно продала, а тогда я попросила подруг клич, я сказала, я вам буду платить 10% суммы вашей, которую вы мне дадите. Кто мне даст тысячу долларов? Мне 5 человек дали по тысяче долларов, 5 тысяч долларов. Они мне дали, я им платила ежемесячно с этой тысячи деньги. Вот если сейчас у нас в России это, ну, упал уже, слава богу, здорово, 86, а был уже 130 рублей, упал на 86, поэтому у вас и бензин подешевел. Вот, так вот, 86, и, значит, я платила, представьте себе, 10%, это с тысячи долларов, это сколько получается? 100 долларов. 100 долларов ежемесячно я платила, значит, это 8 с чем-то тысяч. Вот, на сегодняшний день. Все радовались необыкновенно этому, а я, я не знала, что делать, потому что подушки просто продавались бешено. Я загружала их на балкон и опять продавала. Люди начинали друг другу рассказывать и ко мне приходили. Вот, меня уже из дома хотели выгонять. Моя дочка сказала, вон, потому что они спать хотят, грудной ребенок, а я загружаю, выгружаю, люди ходят. И я сняла офис, сняла офис и стала бизнесменом, открыла ИП. Сняла офис за 80 тысяч, это очень большая сумма, это сколько, 10 тысяч, получается, да, долларов. Вот, то есть столько у меня было денег, и я поняла, что я должна как-то с государством рассчитываться, иначе меня возьмут за хвост. Вот, короче, и дальше родилась сетевая компания, то есть я вынуждена была ее придумать, сама как проценты распределять, чтобы у людей была вторая пенсия, те, кто мне рассказывают. Вот такая была потрясающая история. И пошел вал истории, вал буквально. То есть самые первые, они самые запоминающиеся, самые мои любимые, потому что они были настолько уникальны, они были настолько потрясающие. Вот, например, одна из историй. Женщина, которая у нас работала в министерстве, она обладала уникальной памятью. В брежневские времена она работала. И обладала такой памятью, представьте, если брежнев читал доклад, она доклад могла дословно пересказать. Вот такой феномен. У нее не было детей, она жила только с мужем. И с ней происходит несчастный случай. Она идет, гололед был, она падает спиной и уже больше не поднялась. У нее перелом позвоночника в нескольких местах и раскол череп был. Она лежала без движения очень долго. Потом, ну она много что, она такой человек удивительный, она себя подняла, ей во сне, во сне приходила гимнастика и различные методики во сне. Ее учили на тонком уровне, но не просто так, как такими способностями обладала. И она делала мысленно эту гимнастику. Ей пришла тибетских монахов гимнастика. Как в телевизоре, просто из космоса. Ей там рассказывали об устройстве, она как контактер стала. И в результате она встала через 4 года. Но когда ей делали снимки, она дикие боли были в позвоночнике. Она ходила, действовала, но с дикими болями. И когда ей делали снимок, они говорили, вы не можете ходить. С таким позвоночником не может человек ходить. У нее были дикие боли, но она ходила. Она покрывалась потом вечно. В общем, короче, она купила эту подушку. Это вот один из случаев, который я не рассказывала. Она купила эту подушку. И она приходит и говорит, Света, у меня нет боли совсем в позвоночнике. То есть все хорошо. Позвоночник остался таким же, какой был. И снимок также удивлял. Но она не чувствовала боли и прекрасно ходила, действовала и жила. Дальше случай был совершенно потрясающий, связанный с парализованным мужчиной, который лежал два года. И дочки купили ему шесть подушек, чтобы сделать матрас. Чтобы у него прошли пролежни. И через месяц, когда он на этом, ну месяц прошел или два там, он прошли пролезнью, он чувствовал себя хорошо. Они попросились уйти на день рождения. Утром пришли, а папы в кровати нет. Они испугались, что его увезли. И тут открывается дверь, заходит папа и говорит, вас не дождешься, пошел за хлебом. Каково их было удивление. Они пришли об этом рассказать, что лежащий два года человек, у которого должна была парализоваться вся система мышечная, сухожилий и так далее, полежав два месяца на матрасе, на подушках, шести подушках, встал и пошел за хлебом сам. Спокойно, как здоровый человек. Дальше следующий случай. Женщина, у которой была гангрена пальца. И она готовилась к операции буквально завтра. А подруга купила подушку и пошла, ну как бы с ней перед операцией поболтать. Все-таки ампутация пальца. Она пришла и дала ей подушку попробовать. Она поставила ногу на подушку, и они пили чай под столом, лежала подушка. Когда они чай закончили пить, поболтали, ну прошел час, может быть полтора. Она говорит, ну давай подушку. Она сидела босиком, не в носках. Они смотрят на палец, а он розовый. Палец, который завтра должны были ампутировать. То есть полностью восстановился кровоток за полтора часа. Следующий случай. Подруга моя со страшными шпорами. Мучилась ужасно. Она приходила домой и просто клала, ставила ноги на подушку, смотрела телевизор, ела, спала между стоп подушку. Она приходит и говорит нам, у меня нет шпоры. Она полностью рассосалась. Дальше случай с женщиной, у которой была инвалидность. У нее были ледяные руки и ноги, ледяные буквально. Страшно. Она была на инвалидности. Постоянно в страхе, что у нее там тромб где-то образуется, то есть кровь была густая, вообще не двигалась. Она летом была в валенках, в носках и не могла согреться. Она купила подушку, легла на нее, по телу ее погоняла. Утром просыпается, смотрит на ноги, а у нее все ноги полопались капиллярой. Она бегом в поликлинику, испугалась. А врач говорит, я не понял, вы чем сделали, что у вас заработала кровеносная система? Чем вы донесли кровь до капилляров? Вот. Она говорит, да вот подушка появилась. Одна ночь, инвалидность. Но капилляры лопнули. Почему? Потому что стенки еще слабые, а не стеклянные. Потом это все зажило, причем мгновенно, в течение буквально суток, двух. Все это зажило, и она начала быть самым популярным дистрибьютором этих изделий. А об инвалидности уже даже и речи не могло быть. Так вот, кровоток совершенно наладился. Вот недавно я была в поликлинике, вот я сколько знаю, мне не говорили. Я прихожу, и мужу рассказываю, слушай, ты представляешь, впервые у меня так берут кровь из пальца. Говорит, женщина, вы что, пьете очень много разжижающую кровь? Я говорю, никогда, и вообще не знаю, что от этого пить. Она говорит, ну у вас такая кровь. Я говорю, какая? Она говорит, да жидкая. Говорит, такого не бывает ни у кого. Я говорю, ну вот. Я прихожу и петься, рассказываю. Бо, наконец-то я комплимент получила по поводу жидкой крови. Он говорит, а тебе что, первый раз сказали? Я говорю, да. Он говорит, а мне каждый раз об этом говорят. А он мне не рассказывал об этом. И другие люди, много случаев, которые говорят, что сдают кровь, и всегда у них выдавливают еле-еле. А тут, говорит, фонтан буквально. Они говорят, ну этого не может быть. У нас еле выдавливают кровь из пальца. И таким образом это вот только касается, что крови. Теперь продолжу тему мозга. Когда у вас восстанавливается мозг, вы понимаете, все извилины, мозг становится, как у грудного ребенка, проводником. Вот это ясновидение открывается. И у меня сон говорит мне, когда я купила машину на этот бизнес, первую свою машину, Nissan March, японскую такую небольшую. И вот для подушек, чтобы их возить. Так вот, я вижу сон, что вот эта подруга моя, с которой мы начинали этот бизнес, она мне из Орла в Москву возила подушки с мужем. У них была машина. Я им платила там пять тысяч за каждый мешок. Хотя мне завод должен был бесплатно это делать. Но они это скрыли и заработали на мне. Заработали и подписали с заводом эксклюзив. И у меня уже сеть, у меня уже страны другие. Я приезжаю, мне не продают подушки, потому что подписали с ней эксклюзив. И это как его? А я вижу сон, что она просит меня, можно я сяду за руль? Я говорю, садись, Леночка. Она садится за руль и газует от меня. И я стою на дороге, и она со скоростью уезжает от меня по этой дороге. Я увидела этот сон и поехала в Орел за подушками. Приезжаю, а мне отказывают в подушках. Понимаете? То есть она села за руль машины, а машину я купила на бизнес бизнеса. Но слава Богу появился второй производитель. Она уже погибала, потому что у нее никто не покупал. А я к ней пришла с сетью. И я раскрутила ее, что она через год за 9 миллионов купила себе здание, завод под изготовление этих микросфер. И у меня начался уже с новым вот этим заводом. И, кстати, вот эта Лена моя, которая у меня отняла бизнес, она до сих пор продает первого производителя. И до сих пор по эксклюзиву. Так вот, и все равно о них почти никто не знает. Уже появилось семь производителей. И все равно с трудом это продается. Но так как этот изделие знаю я, не знает никто. Потому что вот этот феномен продажи мой у всех становится зависть. И они пытаются сделать новый продукт, чтобы его опять протолкнуть. Но микросферы совершенно не выносят недуховного поведения. Вот когда вы становитесь, ваш мозг становится пухлым, он становится проводником вибраций космических. А это все качества, о которых говорят все религии. Это любовь, прощение, это сопереживание, это благородство, это честность, это доброта. Это все качества вот эти, лучшие качества. Вот они вот из этой частоты вибраций. И ваш мозг становится проводником этих вибраций. То есть получается такой феномен, как у меня однажды как психолог, когда я покрестилась где-то в 47 лет и стала всех других уговаривать креститься. И клиенты ко мне приходят, у нее с мужем развелась, плохо с работой, кругом все, неприятности. А нет, извиняюсь, это у нее началось после того, как она покрестилась. Она пришла с мужем проблемы. Значит, мы их начинали решать. А когда она покрестилась, она говорит, в свет у меня что-то все стало валиться. Я говорит, кстати, после того, как я покрестилась. А я говорю, как это после того? Ну, за компанию с тетей. Я говорю, разве это делают за компанию? Ты с ума сошла? Ведь это же вибрации. Ты же и Григору подчиняешься определенному. Ты должна уже соблюдать правила, чтобы этот Григору тебя защищал и так далее. А ты покрестилась, а продолжила вести себя, как вела? Ну, вот у тебя и все развалилось, моя дорогая. Не надо было это делать. Оставайся атеисткой. Не надо делать такие вещи за компанию. Это очень серьезно на тонком уровне. Так вот, микросферы обладают этими же качествами. То есть мы с вами божественные существа. То есть мы, частица Бога, мы имеем вибрации уникальные. Ни одного человека похожего нет по вибрациям. Вот эти шарики от 20 до 200 нанометров как раз имеют вибрации, вот эти уникальные вибрации каждого человека на планете. Черного, зеленого, синего, какого угодно человека на планете имеет вот в этом диапазоне вибрации именно излучения. Так вот, получается, что восстанавливается ваша божественная суть. Она восстанавливается, значит, таким образом вокруг вас создается атмосфера, которая требует от вас определенного поведения, определенных правил. Потому что вы в потоке вот этих существ, которые вокруг нас, и ангелы, и архангелы, и всякие ребурчики с крылышками летают, и много чего вообще есть. Они готовы вам помочь и сделать все для вас, но для этого вы должны светиться. Вы начинаете светиться, но продолжаете вести себя, как прежде себя ведете. Тогда у вас начинается очень сильное обострение, которое через обострение должно научить вас вести себя иначе. Так вот, если подушка попадает очень хорошему человеку, как у меня недавно из Северодвинска попала женщине пожилую уже за 80 лет. Она заболела ковидом, попала в больницу, и дочка боялась, что она умрет. Я говорю, так у тебя же подушка есть, срочно в больницу несись к маме. И вы знаете, буквально несколько дней она уже из больницы забирала маму, а у нее воспаление легких, что все как положено ковид. У нее уже не было воспаления легких. Мало того, она шла такая веселая, такая в хорошем состоянии говорила, посмотри, у меня на руках рыжие пятна пропали. Ну, буквально за неделю, за несколько дней. Когда пришли домой, они срочно начали мерить давление, потому что она гипертоник, а у нее 120 на 60. И дальше она рассказывает о маме. Она говорит, моя мама буквально святой человек. А я говорю, а что такое? У нее, говорит, муж, у меня папа был алкоголик, это ад, а не жизнь была, что он вообще вытворял дома. Вот, а она работала, она была по этим, ну, где выращивают помидоры, огурцы, по парникам, она должна была осмотр проходить. И она проходила каждый день 10 километров туда и 10 километров обратно по этим парникам, как бы смотря и консультируя работников. И она говорит, это меня спасало от мужа алкоголика и от всего. Я любовалась на эти листочки, на эти помидорчики, на эти огурчики, на эту зелень, на эту красоту, на природу. Вот, и она тебя терпетирует. Я говорю, боже, какая у тебя мама, какой она необыкновенный человек. И вот потому, что она такая от природы необыкновенный человек. У нее мгновенный был эффект. И когда сейчас она мне звонит, она говорит о том, я в прошлый раз рассказывала, что мама ее говорит, ты знаешь, у меня есть планы на эту жизнь, а ее уже по 90. Она говорит, какие, мама, жить 100 лет. Она говорит, мама, а чего не 140 или 150 она? Ну, а почему бы нет? То есть человек так ожил с этим изделием, что у него появились желания и планы на жизнь. Когда человек себя хорошо чувствует, а чего бы не жить? Чего бы не жить? Так вот, тоже я почувствовала, когда моей маме попало, когда моему мужу попало, я почувствовала, что меняется характер. Понимаете? У нас становятся склеротиками сумасшедшими и так далее пожилые люди. И почему? Усох мозг, усохла шишовидная железа. Они не могут с усохшим мозгом принимать. Их берет на себя ад. То есть берут низкие вибрации земли. А земли вибрации, они забирают только грязь. То есть у нас должен быть открыт нижний центр для того, чтобы земля могла забрать в себя нашу грязь, которая в нас образуется. А у нас этот нижний центр закрывается, начинают болеть ноги, начинают не работать сосуды. То есть вот представьте образ. Вас постепенно как бы вселенная закапывает в землю. Вы становитесь собственностью земли. Органики, понимаете? Они духовным существом. А вот когда у вас поле светится, когда вы духовное существо, то у вас ноги болеть не будут, потому что у вас под ногами светящееся поле. Вы летать будете. Как мы говорим, когда хорошо себя чувствуем. Я буквально лечу. Если у вас есть такой образ, значит, у вас яйцо светящееся кругом вокруг ног и везде. Вы буквально летите над землей. Так вот, микросферы выталкивать пытаются вот эти вибрации. А чтобы, когда они выталкивают, вы становитесь добрыми и так далее, и так далее. Вы перестаете завидовать, жадничать, агрессировать, злобствовать. Что сейчас заставляют делать нас в мире? Нас настраивают. Началась русская вот эта вот фобия, дурацкая вот эта. Это делают темные. Это делают бесы, понимаете? Они это делают, чтобы закопать нас в землю. Вот сейчас должна быть война. Много крови, несчастных случаев. Там поляки убивают переходцев, которые переходят. Зарывают их в землю. Мы об этом читаем. Мы об этом слышим. Мы переживаем. Мы испытываем страх. Мы испытываем ужас. Значит, нас берет земля. И не может вот этот тонкий мир пробиться. Мы все закапываемся. Почему сейчас все говорят отключите? Отключитесь. Если вы отключитесь, если будете испытывать любовь, прощение, добро, все прекратится в одну секунду. Понимаете? Так вот я это распространяю, потому что микросферы это делают. Они вот этот, вот этот свет, вот эти тонкие, вот эти любви, вот это понимание, как устроен мир, он же по законам определенным. Ведь все, что это происходит, всего лишь по злобе человеческой. Поэтому это дает силу вот этой войне, вот этому кошмару. Если мы с вами станем одуванчиками, то все, это прекратится. Этого не может быть. Как было, когда эффект Махалиши, те, кто занимается транссидентальной медитацией, сделали эксперимент. Вот один процент в Америке штата работали, медитировали. Прекратились убийства, прекратилось воровство, прекратились скорые помощи ездить. Вот такой был эффект штата в целом. Вы понимаете? То есть это назвали эффектом Махалиши. Вот то же самое с микросферами. Когда вы на них лежите, вы начинаете светиться, и начинается эффект Махалиши. То есть сначала у вас оживают ваши близкие, родственники. Потом это распространяется на ваших соседей. Потом на ваш дом, если больше людей, соседям предлагайте, чтобы как можно больше людей эти изделия использовала. И начинается этот эффект вот этого добра, любви, гармонизации. Я прошлый раз рассказывала, что у меня все соседи пьющие были, алкоголики, сумасшедшие, буквально наркоманы. Это был ад, когда я приехала в Москву. А дом, кстати, не просто так. Дом бывших работников КГБ. Стариков для пенсионеров построили. Поэтому здесь такой ад был. Потому что они-то определенные должности занимали, определенными делами занимались. Не просто так сходили с ума и так далее и тому подобное. Прыгали из окон и все такое прочее. Так вот, когда вселилась в этот дом я, и все мои стали спать, и соседям я дала, все это прекратилось. Они все умерли, исчезли, поселились хорошие люди, родили маленьких детей, все интеллигентные, не пьющие, не курящие, чистый подъезд, капремонт, клумбы вокруг подъезда, только моего и так далее. То есть в Москве уже спит довольно много людей. Я же в Москве распространяю. Это распространилось на Москву. То есть Москва стала красавицей. Это город просто, который залюбуешься. Если она настолько атомную бомбу не сбросит, то мы город рай, просто рай. Я хожу, мне никуда за границу не надо ездить. Вот настолько здесь хорошо, настолько красиво, настолько есть где отдохнуть. Вот это делают микросферы. Говорят, что над Москвой, почему так много миллионов съезжается в Москву, духовный город, град, кичишь. И вот он нуждается в душах человеческих, как можно больше душ, чтобы было хорошее. И вот если мы все на этих микросферах лежим, мы буквально на связи с этим духовным городом, вот в этом свету находимся. Это распространяется из грата вот этого китежа, распространяется на землю. Есть нафь, есть правь. Из прави в нафь это попадает. Так вот, микросферы обезболивают физическое тело. Уже 8 часов я должна немножко приостановиться, чтобы вы задали вопросы. Ну, наверное, я не повторилась. Весь организм начинает оживать в целом. Какая бы ни была у вас болезнь. Паркинсон, рассеянный склероз, рак, доброкачественная опухоль, гипертония, сахарный диабет, болят кости. Плевать мне на то, что у вас болит. Мне когда говорят, я говорю, не надо. Они говорят, почему? И начинают мне перечислять вот здесь у меня, тут у меня. Я говорю, не надо. У меня тоже тут и здесь и там было. Они говорят, почему? Я говорю, а для меня это не важно. Я не врач, я не занимаюсь только ухом или ворлом. Понимаете? Вот вы возьмете, и весь организм начнет оживать. Возьмете одну шапочку, а весь организм будет оживать. Возьмете вот эти вот тапочки, которые одеваются там-сям. Прикладываете их по всему организму. Весь организм начнет оживать. Мы же жидкость. Мы считываем. Пришли шарики, имеют пропорции золотого сечения. Жидкость раз, структурировалась. И вы энергетически как богатырь. Вот сейчас идет Рамадан. Я вне религии человек. Но я с зятем соблюдаю Рамадан. Потому что когда-то я один раз его соблюдала, от восхода до заката. Это было чудо. Сгорел весь солюнит. Ощущения были такие сильные. То есть там, оказывается, во время сухого голода человек в 40 раз увеличивается количество стволовых клеток каждый день, когда не пьешь и не ешь от восхода до заката. Итак, получается, что ваши микросферы – это как духовная практика. То есть вы оживаете как духовное существо. А духовное существо не может болеть. Понимаете? Оно живет столько, сколько хочет. И мало того, русичи в древности, которых уничтожили атомной бомбой в то время, они что делали? Муж с женой ложились на постель в лучших одеждах. И когда входили родственники, на кровати лежало украшение и одежда, которая по наследству передавалась, а они уходили в град Китиш. Они трансформировались в свет. Понимаете, какие качества мы с вами потеряли. И человек жил столько, сколько хотел. Вот, например, моего зятя, ему 40 лет. Дедушка жил 120 лет. Но он чеченец. Вот. Он жил 120 лет и как умер. Он обошел всю деревню, попрощался, собрался. Дети уже все умерли. Он этого не мог пережить. Жена умерла. Жена тоже жила 100 лет. Вот. Он посадил внуков и правнуков сказал, я сегодня уйду. Они говорят, ну ладно, дед, не это. Не надо шутить. Он говорит, так, читайте намаз. Они сели и начали читать намаз. Он закрыл глаза и ушел. Понимаете? В полном здоровье в 120 лет. Человек, который пережил всю семью, Сталин погрузил и выгрузил их в Казахстане в степи, в снегу. С детьми и семьями. Понимаете? И вот это он пережил. Семью, как говорится, там, ну, нескольких детей похоронил по дороге. Остальные спасло. И знаете, что спасло? Дзержинский в свое время, когда бегал от России, он его спас. Он его где-то спрятал в горах. И Дзержинский дал ему такую бумагу, написал. Когда-нибудь эта бумага, он говорит, тебя спасет. Я буду большим человеком. Сказал Дзержинский далеко до революции. И он написал ему бумагу, что это вот от Дзержинского и так далее, и так далее, как такую грамоту. И когда он в Казахстан попал вот в эти вот, вот это вот на снегу, все там роты был, он пошел в первый дом в Казахстане и показал эту грамоту. И их помогли им, ну, там, сарай дали и так далее. Потом они все построили и выжили. Вот, то есть, вот такие интересные духовный путь бывают у людей. Вот, и вот когда мы микросфером обратимся, мы станем вот как дед моего зятя. Понимаете, это люди, которые принимали все, что происходит в их судьбе, как данные Всевышнего. Что бы ни происходило, что все не просто так. Вот, и как бы, и они в результате сейчас пожинают плоды вот этой своей мудрости. Так вот, мудрости вам в пользовании этими изделиями. Спасибо большое, Светлана. Замечательное выступление. Если есть у кого-то еще вопросы, пару минут у нас есть, можете задать. Ну, что Светлана все рассказывала точно, мне кажется, по миллиметрам, как говорится, что тут спрашивать. Даже новички могли понять, мы-то старые все знаем, нам только надо по-другому что-то уточнить и все. А все новички могут спросить, позвонить и все им обязаны. У нас в Фейсбуке, в группе тоже по-литовски рассказываем, как Светлана, там полностью информация есть. Хорошо, еще раз, Светлана, большое спасибо. Не за что. Я вам позвоню и сообщу о следующем нашем мероприятии, когда мы будем организовать. Хорошо, да. Нужно, нужно еще. Светлана, мы вас не отпустим, ни Литва, ни Германия, никто не отпустит. Я вас люблю, я с удовольствием с вами буду. Мы вас тоже очень любим. Еще раз большое спасибо. Ну, в следующий четверг. В следующий четверг, хорошо. Всем хороших выходных, хорошей недели, хорошего здоровья, хорошего настроения. И до встречи в следующий раз. До встречи. Пока-пока всем. Всего хорошего. До свидания. Спасибо, спасибо, спасибо. До свидания. Пожалуйста, пожалуйста.